Итак, друзья, здравствуйте всем. Приехал в город Аленбург, в Волгоградскую улицу 5. LADA сервис. Наконец-то, здравствуйте. Очень рады. Пришел? Ваш автомобиль приехал. Приехал у нас LADA Granta. В кузове лифтбэк. Автоматические трансмиссии в максимальной комплектации, как мы с вами и заказывали. Цвет у нас очень красивый, сочно-золотистый. Цвет называется кориандр. Стоимость автомобиля на данный момент, сейчас у нас 10-е, на 7-е, с 20-го года, составляет 691,800. Это цена без скидок. Плюс мы обговорили с вами, что сейчас можно получить выгодное предложение по кредитованию. Есть поддержка программы Первый автомобиль, семейный автомобиль. Дотация в размере 10%. Тем самым можно выгодно приобрести. Потом с вами посмотрим автомобиль. Сейчас он у нас находится на мойке. Мы его помоем, выйдем с вами, осмотрим. Ну и наши зрители, дорогие друзья, тоже с нами его посмотрят. Друзья, пока машина моется, давайте с вами подойдем, узнаем о дополнительном оборудовании. Хочу здесь установить и сигнализацию, а это тех пор сделалось. Посмотрите, мне нужно установить сигнализацию с автозапуском. Во что имеется? Ну, из оптимальных стандартов будет от 39-го, 4-го поколения. Два канли НЭКа. То бишь, она обойдет имбелайзер сама уже, сигнализация. Не надо там врезать, как раньше, в модуле Аксода убирать ключик запасной, или чип из него. Заводит по температуре, по таймеру и принадлительности по рукам. Сама 9300, да? 9300. С установки получается 12,5. Это примерно как 93-я, да, считается? Примерно так. Это аналог 93-й, просто поставляется аббревиатур, такая с завода А39-й. Различие. Ясно. Ладно. А парктроники? Потому что в моем автомобиле максимальная комплектация уже парктроники не идут. Парктроники Ави Лайн. Это где, как вы можете показать? Такой вот вариант парктроники будет. Ави Лайн фирма тоже, это завод поставляет. Эта фирма работает только с заводом. То бишь, она с автосалонами работает. 6-й это вариант, там, ну, как бы самый дорогой, встраиванный парктроник. Который накладывается, с грибочками они уже идут. Там уже подешевле, там в пределах 3,5 тысячи они будут. Ну и плюс установка, само собой, монтаж. Четыре датчика. Дисплей отображает приближение. Сантиметры, метры. Потом звуковое сопровождение идет. Чем ближе к препятству, тем длиннее сигнал становится. И красная, желтая, зеленая зона. Все это на дисплее будет отображаться. Четыре датчика. Еще раз скажу, работа только с автосалонами. За 13 лет по браку ни одного датчика, ни одного блоку не поменяли. Ави Лайн. Так, еще у меня вопрос. Антикор сделать полностью максимальный. Антикор. Антикоррозийная обработка днища с арками. То бишь, в арке все. Открылки разбираются. Проливаются двери. Подкапотное пространство. Багажник. Все петли. Все вот туда. Порог проливается. Все вот туда будет 11 тысяч. С материалами все вот туда. 11 тысяч. Так. А у вас еще можно сделать тонировку автомобиля? Да. Можно затонировать. Как ГАИ разрешает. Задняя полусфера будет 2600 рублей стоить. Хорошей пленкой. Без двух передних. Без козырька. Друзья. Автомобиль наконец-то пришел. Сижу, ожидаю. Автомобиль подняли на подъемник. Осматривают. Я уж не стал там, как говорится, находиться. Посмотрел. Вроде все нормально. Краска. Все на месте. Все крутится. Все работает. Поэтому планирую сделать антикорр. Здесь же установить сигнализацию. Сигнализация здесь называется почему-то немножко по-другому. Но вроде как официальный дилер. У сервиса есть лицензии на установку. Всего дополнительного оборудования. Теперь люкс в полной комплектации. Ждал автомобиль почти месяц. Из-за того, что АвтоВАЗ не работал полтора месяца, машины в норме, в комфорте. Они есть на механике. На автомате автомобилей в принципе вообще нет. Я заказал и ждал почти месяц, ребята. Автомобиль заказали именно под меня. И вот он наконец-то пришел. Когда заказали, был единственный цвет. И именно лифтбэк. Все автомобили мы обычно берем универсалы. Но на данный момент получилось так, что у нас теперь будет лифтбэк. Были разные варианты развития такого автомобиля. Автомобилей ни в Тольятти, ни в Самаре. Нигде нету, а именно на автомате. Почему? Потому что я уже, как выше, сказал, что автомобиль, то есть АвтоВАЗ у нас не работал. Автомобилей ни в Тольятти, ни в Тольятти, ни в Тольятти. Автомобилей ни в Тольятти. Автомобилей ни в Тольятти. Автомобили ни в Тольятти. Айдекти. Автомобилей ни в Тольятти. Так это вот все выглядел. вентилятор так что мы с вами видим бензина как обычно нету бортовой компьютер колодца оранжевые ну очень смотрится классно конечно оранжевые колодцы хочу посмотреть как автомат задняя нейтраль драйв 2 1 парковка вроде все как бы работает потом доп оборудование поставим мы сделаем полный обзорчик данного автомобиля автомобиль взяли для жены я думаю что будет очень удобно смотрите я метр восемьдесят два вот сижу как мне удобно расстояние между головой очень и очень прилично ребят смотрите сюда можно заказать с алиэкспресс или где-то купить 2 где новая да правильно 2 где новую панель управления то есть и телевизор будет и управляться можно будет и кондиционерами до отсюда или не так он будет то есть но все это можно установить конца на подходит 2 2 где новый здесь ничего уже не поменяешь да или можно здесь что бы нет нет то есть только вот сюда вот это приблуда убирается управление а то есть и а и и и и и я давайте у сергея уточним что мы клеим пленку потому что клею пятерку какого качества и чья пленка и не знаю сергей расскажи пожалуйста что за пленку мы клеим на день добрый клеим пленочку 5 процентную металлизированные фирма сам control адрес но это считается как бы качественная пленка считается среднего до сегмента пленочка есть лучше пленочки это как цена-качество я говорю я с ней работаю уже больше 10 лет жалко у нее практически никаких нет на выгораемость на света то есть видимость изнутри так что ее и сам себе клею другим советую смотрите заднее стекло пленочку наклеили все сейчас протерли как бы прослед просвета нигде не видно все наклеено ребята хорошо и качественно ну что будем надеяться выбор мой правильный клеим качественную пленку но не столько качественно конечно есть и более качественные пленки по деньгам все делаем по деньгам потом в конце посчитаем сколько денег на что мы потратили и общую стоимость автомобиля все это будет конце смотрите дальше заехал на антикорп загоним с альбертом пообщаемся он нам расскажет чем как и почему все это делается так ребята смотрите вот альберт который занимается плода сервизе на город оренбург-багалратской 5 занимается антикором альберт расскажи как вообще делается каким составом обрабатывается автомобиль и скрытые полости обрабатываются мавилем скрытые ты имеешь ввиду это взяла вовнутрь да все вовнутрь которые это на барафиновой основе чтобы отталкивала воду потому что здесь такого песка строя никакого нет но вот обычно я знаю вот на той машине мне у 10 ровчина немножко есть это вот поэтому там не обработано она обрабатывается там чтобы это влага который там находится чтобы она и давала да но сейчас на современных машинах хорошо сделано тут уже сделано это видите уже нет как такого точечных сварок просто уже за этим сделано типа этим это же он более ржавеет я все равно обрабатывается вовнутрь в крыльях сюда вовнутрь обрабатывается в двери обрабатываются preparatin вот здесь тоже вот эти вот эти вот и тел вот это потому что она на сварке и тут не такого нет ли у нас этого generations вот это уже мы не работают вот эти вот петли все вот эти вот вот это вот обрабатываться вот это обрабатываться и потом зав headphone во внутрьluence такие дискольники Длиннажные отверстия, вот они, да, по всей двери тут несколько штук. И вот туда 9 атмосфер, она дует так, чтобы вылетать. Ладно, сразу в пороге, да, мы как-то там вонутро заливаем? В пороге мы заливаем, когда машину поднимаем, вот здесь вот есть пробочка, вот видите, вот она пробочка. И там еще есть отверстие, сюда вставляется длинный щуп и обрабатывается весь порог. Потом двери мы сделали, сзади тоже так же, что и передний, обрабатывается все эти петельки. Ну, это понятно, ладно, давайте дальше. Ну, здесь мы, я понял, то же самое все, да? То же самое, все, во все щели все заливается. Здесь во внутрь все заливается, вот эти петельки, потому что, видите, они это поставили, покрасили и все. Здесь обязательно сварнуете места. Вот здесь уже все хорошо сделано, раньше они просто видите, были. А тут уже, вот, как он называется, шов уже другой. Дошел в другой, вот единственное, только вот здесь вот, видите, его нету, здесь обработают. И вот здесь, как нагладки, его здесь обрабатываем, вот это место, чтобы она оттуда не заходила. Потом чё мы поднимаем? Потом поднимаем, здесь есть тоже отмеры, здесь пробки такие, заливается эта арка. Оно тут двойной металл, его надо обязательно, потому что он просто сам бывает и влага там ясно все тоже но и потом подняли и дни чего родняли до обрабатываем полости там вовсе дренажные эти населители таки обрабатывается все просто опять на место ставится и потом уже обезжирил и начинаю обрабатывать уже на битву на основе нет то есть вот а вот это что когда мы делаем чем чем будем заливать лада нам пришла на это вот эта штука будет это скрытая это скрытые да это точно такое чтобы он там это уже на битву и поэтому пучки разные там серые понятно а потом когда все это сделаем снимаем подкрылки там обрабатываем также ставим на место ну и дополнительно я ставлю против противошубные подкрылки дополнительно поставим поэкспериментируем посмотрим ладно спасибо вам как говорится удачной работы ребята это называется заводская шумоизоляция плюс плюс ставится вот такие подкрылочки штатные завода они мягкие не по не пластиковые войлочные какие-то так что знаете вот так потом обработаем и здесь у нас появится слое антикуры я наконец-то мы забираем автомобиль сейчас вручение ключей вот артем передаст ключи моей супруге и мы наконец-то поедем кататься на нашем новом автомобиле здравствуйте дорогие друзья наконец-то передаем запоминаю что у вас два ключика один красивый выкидной хромированный этому возим с собой один простой красный это запасной мы держим его дома в случае с него можно сделать таки поздравляю вас покупкой спасибо вот и от сигнализации ключик он один эко ключик его водить тоже с собой вот всегда можно сейчас вам необходимо будет заехать заправиться потому что за воду где-то литр полтора льется бензина проедете 300-400 километров обязательно протяните все болты на колесах потому что автомобиль новый но имеет свойство возможно где-то резьба подрастягиваться не критично но на всякий случай лучше поздравляю вас с покупкой поздравляю вас с покупкой приезжайте все ребята всем спасибо за просмотр что были с нами если понравилось обязательно поставьте лайк пишите комментарии да на Субтитры сделал DimaTorzok Подводим итоги по ценам. Автомобиль 691.800, плюс мы взяли немножко кредит, это минус 10% от автомобиля, минус 69 тысяч, итого 622.800. Считаем сюда доп.услуги, которые я установил, это 37 тысяч рублей, это мне скидку сделали 5000, коврики подарили, ну и там, короче, минус 5000 еще. Так, итого 659.800. Сюда считаю КАСКО 20 тысяч, 679.800. Плюс считаю ОСАГО 7500, 687 тысяч. Так, и плюс считаю 1700, это за госномера в ГАИ, через госуслуги оплатил. Итого автомобиль нам обошелся 689 тысяч рублей. В принципе, очень удобно, то, что 10% государство оплатило. Вот, на эти 10%, то есть на 69 тысяч, в принципе, и КАСКО, и ОСАГО, и ДОП-услуги, все туда. И цена у нас вышла 689 тысяч. Все, ребята, на этом заканчиваем. Обязательно пишите комментарии, жду ваши комментарии. Все, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok